Экстрим во мне присутствует, но меня жизнь научила тому, чтобы я где-то себя останавливала, не лезла туда, куда мне не надо. С утра я рад, чего-то жду, ура-ура, я в цирк иду. Наталья Чеплюн – представительница известной цирковой династии. Ее родители – дрессировщики. Они работают с медведями, обезьянами, собаками и попугаями. Но дочку всегда притягивал не манеж цирка, а его купол. Именно под ним Наталья мечтала однажды воспарить. И вот она уже больше двух лет работает воздушной гимнасткой в цирке на Цветном бульваре. Сейчас мы находимся перед цирком Никулина, Цветной бульвар 13. Это мой самый любимый цирк. С детства мечтала здесь работать. Я не знаю, наверное, с годами меня таскали на все представления. Очень хорошие воспоминания о Юрии Владимировиче Никулине. С утра я рад, чего-то жду, ура-ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду, ура-ура, я в цирк иду. Историю этого здания я расскажу совсем чуть-чуть. Это здание, значит, старое здание цирка снеслось в 1985 году, в 1985. А новое, открылся новый цирк, вот это вот новое здание, в 1989 году. Всем руководил Юрий Владимирович Никулин. В этот цирк очень приятно заходить. Тут современная обстановка. Всегда присутствовали животные. Это очень интересно. Не каждый ребенок может погладить там медвежонка, да, там, поиграться с ним, как с плюшевым медвежонком. Не каждый это доступно. Не каждый может там пощекотать обезьянку, вот так вот. Мне это было все доступно. Как бы это все нравилось, было весело. У меня каждый день как праздник был. Самое наказание было, меня не пускали в цирк. Вот если я оставалась дома, а все дети в цирке, все, это я плакала. Я не знала, что мне делать. Мне не нужны были ни журналы, ни какие там, ни приставки, ни телевизор, ни мультики. Главное в цирк. В цирке весело, в цирке интересно. Ну, так вот и отличалось, как бы детство цирковое. Просто все на виду, все артисты, все закулисные жизни. Это очень интересно. Все нюансы. Вот сейчас отжимаешь, да, и прямо туда заваливаешься спиной. Готов? Ап. И заваливаешься спиной. Вот, вот. Локти, да, локти и плечи. Все движение наверх. У меня мама пробовала везде учиться, и ее с самого детства тянуло на животных. Вот она была уже ребенком шести лет, а не где-то там с дедушкой, с бабушкой, с моими, ну, точнее, с ее родителями, в гостях. И приехали в такие гости, где была цепная собака. К ней даже хозяина не могли подойти, и что-то так сидят-сидят, праздник-праздник, да, раз ребенка нет. Выходит на улицу, мама сидит в обнимку с этой цепной собакой, к которой хозяева сами не могут подойти, которые, знаете, там, через палку вот так вот ей миску подвигают. У нас в доме жила режиссер, женщина очень хорошая, она и сейчас живет, ей уже почти 90 лет, очень хороший человек. Вот, и как-то по знакомству она нашла ей хорошего дрессировщика. И вот в 20 лет мама начала дрессировать животных. Начала на лос собачек, потом перешла на обезьян, потом постепенно перешла на медведей. И, в общем, так пошло-поехало, и все выше, выше и выше. А папа у меня тоже не из цирковой семьи, все начиналось с моих родителей. Получается, он где-то служил, и вот у них была цирковая студия. Он пришел в эту цирковую студию, он просто любил спорт, спортивный такой, танцующий был. И стал жонглером, филибристом на лестнице. Это вот на лестнице такой баланс ловят, там сальто с лестницы прыгают. Потом, когда с моей мамой познакомились, поженились, и папа потихоньку перешел на животных, на обезьян. Вот, потом попугаев, ну и, в принципе, до сегодняшнего дня так и работают вместе. У меня мама очень хотела, чтобы я тоже стала дрессировщицей, но, видимо, перестаралась, или я не знаю, я просто почему-то вот этим не воспользовалась. Хотя многие бы хотели бы сейчас быть на моем месте и этим воспользоваться, потому что дрессировщиком становится не каждый. Это либо идет от династии, приходят там, ну, от родителей к детям, либо там приходят ассистентами в номера, и, может быть, там из десяти одного, там даже, это я малое количество сказал, из десяти одного, кого-то там, может быть, будет попытка на дрессировщика, на кого-то. Сейчас мы идем к репетиционному манежу, там, где мы репетируем, готовимся к выступлению. Сейчас репетируют ребята из нашей программы, второй номер делаем. У нас здесь все чисто по расписанию. Репетируем мы по три часа, где-то так вот получается в общей сложности. Репетирую я каждый день, и у меня два дня выходных получается. Пойдемте, я вам покажу основной манеж, где мы работаем. Сейчас мы находимся на основном манеже Терканикулина. Это мое любимое место, я люблю здесь работать очень, выступать, дарить зрителям радость. Вот всего мне нравится во мне то, что я перед началом волнуюсь, А вот когда выхожу на площадку уже перед зрителем, у меня это волнение проходит сразу же. Я не знаю, почему это, но вот за собой я очень часто вот это вот наблюдала. И после я как-то уже нормально ко всему отношусь. Ну, нету такого фу, там все отработало, нет. Ну, я люблю свою работу. Вижу каждого зрителя, чувствую каждое свое движение, очень хорошо слышу свою музыку. Если меня даже потише включат, я всегда подойду и скажу то, что сделали погромче. Я даже такие нюансы слышу. Ап! Я отжал, что... Нет, головой, видишь, тормозишь головой. Вот смотри, видишь, где голова? И тебе легче. А здесь надо головой тоже убирать голову. И потом, да, здесь дотягиваешь. У нас в цирке очень часто мероприятие, как бы, артисты цирка с артистами эстрады. Был посвящен концерт, по-моему, к 8 марта. И вот мы с Витасом работали. У нас очень хороший номер, я считаю, получился. Я от себя благодарю за ночь успеть. Я от себя благодарю за тьму и свет. Сколько раз не работаю, да, вот всегда вот что-то вот в номере мне не нравится. Вот всегда у меня есть какие-то придирки. Это нормальная ситуация, то, что это так. А вот в этом номере, вот вы знаете, если честно, мне очень понравилось. Мы оба сработались, мы оба были артистичные. Мы как-то, знаете, как будто мы 10 раз репетировали. Вот. Я как бы тоже хороший человек. Приятно было с ним работать. То, что вот они вместе были, вот как пара, меня само по себе порадовало. Еще очень порадовало, как вещество.